Движение Абилимпикс как средство успешной социализации и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья зародилось в Японии более 40 лет назад. Сегодня им охвачен весь мир, в том числе и Россия. Национальные чемпионаты, которые по сути являются олимпиадами по профессиональному мастерству, проходят в нашей стране с 2014 года. А вот в Рязани отборочный чемпионат Абилимпикс в этом году стартовал во второй раз на двух площадках. Одна из них расположилась в Михайлове, вторая в Рязанском железнодорожном колледже. Кстати, именно здесь создан единственный в Рязани базовый центр инклюзивного среднего образования. Специально создана адаптированная программа для детей, которые не могут закончить обычную школу. И, соответственно, мы готовим по адаптированным программам. Вот вы видите ландшафтный дизайн. Поселок Почпо у нас есть еще, наше агроотделение. Там тоже такое отделение создано. Есть столеры. Вот таким программами занимаются. И другие программы, которые мы сейчас адаптируем от таких именно детей. Среди участников регионального отборочного этапа национального чемпионата Абилимпикс не только ученики инклюзивного центра, но и студенты, школьники со всех учебных заведений Рязанской области. Принять участие в этом испытании может любой человек с ограниченными возможностями здоровья до 65 лет. Чемпионат проводится по нескольким направлениям. В их числе администрирование отелей и баз данных, экономика и бухгалтерский учет, швейное и мебельное производство, а также ландшафтный дизайн. Перед участниками ставится конкретное задание – сшить фартук, смастерить стол. А в случае с ландшафтным дизайном ребятам нужно создать модульный цветник. Задание, надо сказать, очень серьезное для такой категории детей. Но я смотрю, мне очень радостно на них смотреть, потому что с заданием они практически справляются. На задание отмерено 4 часа, но вы как видите, уже идет к концу их работа, и поэтому мы все очень довольны, все очень рады за них. Самое главное, что проявляется творческий интерес к профессии. И самое главное, что у ребят возникает желание поработать, нужно это отметить. Выполняют все технологические процессы правильно. И я думаю, что в будущем это очень поможет им выбрать ту профессию, которой они первый раз обучаются. На выполнение задания дается 4 часа. Как показывает практика, этого времени вполне достаточно. На данный момент ребята работают только 2 часа, а декоративные модульные цветники практически готовы. В середине почему я начал это сначала цветы, а потом и щебень такую оранжевую. Потому что, чтобы шел сразу же рисунок, потому что если бы его в середине не было, у нас не получался бы никакой рисунок. Сергей Шишков занимается ландшафтным дизайном около года. В будущем он хотел бы создать теплицу, выращивать там декоративные растения и таким образом дарить людям радость. В каждой номинации эксперты должны выбрать трех лучших участников. Те, кто займет первые места, будут представлять Рязанскую область на национальном чемпионате Обилимпикс в Москве. Но в любом случае участие в этом чемпионате и приобщение к движению Обилимпикс – это начало творческого и, что самое главное, профессионального пути людей с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».